Что нового происходит, что нового произошло, скажем, с его приложением, с его профилем, с его продуктами, которые он продает и так далее. Адресная книга. Когда у пользователя вместо того, чтобы каждый раз искать адрес или смс того, кому он хочет что-то похвать, нужно просто одним или двумя нажатиями кнопки импортировать тех людей, с которыми он связан, и построить график социальных связей. Нодификации. Когда что-либо происходит, пользователь получает либо письмо, либо смс, либо маленький значок, который, значит, что-то произошло, ну и многое-многое-любое. Следующий способ роста. Безератый канал «Медиамир», в котором работал, наверное, порядка тысячи, ну, снова у нас тысячи человек, в разное время, которые объединяли многочисленные веб-сайты, общим числом, наверное, порядка 100 миллионов пользователей, человек, который... Огромное количество известных фон-брендов, которые он, наверное, может назвать, которые вы знаете, он имел с ним отношения, укра, фишки и... Безконечного количества. Безконечного количества. Что-что? А, громче, да, я извиняюсь. Просто, когда я говорю «Миша», я начинаю... Я теряюсь. Перед этим человеком, если бы я мог, я бы представлен, но я не сам, я, скорее, лучше его буду подначивать. А, вот, а Миша очень тесно сотрудничает в... Могу про G&T? Миша очень тесно сотрудничает в G&T Investments, также он является вдохновителем всего огромного количества всяких вещей, очень опытный журналист, больше в прошлом, в настоящем и будущем. А, человек, имевший отношение к огромному количеству сайтов, к инвестициям, и, в общем, гуру, человек по мамилии Гуревич, но, в общем, что имеет большое отношение к гуру. А, Марина, которая сидит рядом с ним, имела отношение к не меньшему количеству. Смотриком, Дамочка, Кит, еще огромное количество сайтов, в которых она была и CEO, и одним из управляющих людей. Также имеет непосредственное отношение к небольшой массе G&T Investments, не прямое, а, как бы, тем, что она является нашим не только другом и коллегой, но в самое ближайшее время она открывает в Москве инкубатор, я могу так сказать, он там 10 миллионов долларов, достаточно много, даже для американского инкубатора, который никоим образом не будет никак соревноваться с нашими инкубаторами, а будет также, мы все друг друга очень любим, обожаем. Конечно, вот такой удивительный человек. Герман, человек, который много лет был CEO компании... Да, был на самом деле основателем и CEO компании РПК, Росбизнес Консалтинг, и IPO этой компании было около двух миллиардов долларов, и количество сотрудников было несколько тысяч человек. Он один из ключевых людей в компании T&T Investments, и за свою долгую, отмеченную многочисленными орденами, значками, розочками и татуировками... Ничего не было. ...выли, поклонницы, задарились она биографию, сделал очень много того, о чем он не может вам рассказать, но кое-что, о чем он может многозначительно промолчать. ... Артем, который является не менее важным человеком, как T&T Investments, так и в РПК, долгое время председатель правления РПК, Росбизнес Консалтинг, долгое время человеку возглавляешь РПК, то есть телевидение, по-моему, наверное, до сих пор единственное, единственное бизнес телевидения во всем лучшем Советском Союзе. И, как бы, все... ...в крайне похожим локотипом, когда первый раз увидели, просто такой до схожих. Вот, такие вот единственные люди, на самом деле, вот, в большинстве, сидящих здесь, они проводят очень, очень большое время вместе со мной в городе Сан-Франциско, в штате Калифорнии, Соединенных Штатах, Поэтому уникальность этих людей заключается еще не только в том, что они инвесторы, не только в том, что они сделали огромное количество безумно успешных стартапов с сотнями миллионов долларов, с десятками миллионов пользователей. Но и огромная важность того, что они здесь присутствуют, заключается в том, что в каком-то смысле это, в общем-то, инвесторы с очень большим инвестиционным опытом в Silicon Valley, в Кремлевые долины, в Сан-Франциско. А еще главное, наш плюс, потому что мы всегда согласны с Игорем в этих спорах, как у нас вырабатывается какой-то подобие истины, которые работают и которые на самом деле плюс первые. Я поправлю тебя, Мишенька. И на глаз они согласны с Игорем. Иногда. Они не всегда не знают. А вот такое длинное представление, но просто чтобы вы поняли все простые жестынные деревянные и серебряные ордена на грудях этих людей. Задавайте вопросы. Привору за. Спасибо. Как вы начинаете привлечь стихотворение к институту? Давайте я себя представлю, так уж. Забуду все это рубить. Обман Кубич. Я є вице-президент технично-инвестиционной компанией GameCore. И директор фанатов из Украины. Как я говорил ранее, что я из Канады, но 20 лет уже работал в Украине в технологическом бизнесе. Может быть, вы знаете компанию Казар Микро. Долгая история. И GameCore є одна з лидерів в Украине взагалі в институту. Вопросы, если можно, поднимайте руки. Компания SCI, CEO. Мы работаем над заказчиком МСС-Карсинал. И, Ваич, поскольку у нас проблемы, как можно привлечь дополнительные инвестиции для разработки сервера? Вот, как вы сказали о том, что удалось московский капитал привлечь, да? Вопрос был очень простой, как удалось 10 млн. Привлечь, откуда именно делись? На самом деле, это очень громко сказано, что это привлечь удалось. Вдруг в том, что существует огромная проблема при всей той движухе, которая происходит в мире стартаперов. Все куда-то ходят, слушают какие-то лекции. На деле не существует достойных институтов, которые бы занимались созданием, развитием и помощью стартапам на первом этапе, когда идет басевное инвестирование. Для чего вообще создаются все эти инкубаторы? И такая проблема, она существует везде, во всем мире. Эту проблему принимает ТМТ Инвестс. И у ТМТ созрел план. Хотим создать собственный инкубатор, который бы помог нам найти те команды, в которые действительно стоит инвестировать. Найти их, вложиться на первом этапе и помочь им развиться дальше. И когда у ТМТ возникла такая идея, в плюс я, ТМТ, решил доверить мне это занятие. Поэтому привлечение – это не совсем правильное слово. Буквально полтора минуты так и слова, что здесь идет речь о том, что привлечение денег возможно за счет экспертизы. То есть если есть экспертиза, в данном случае, как бы, выявляемо то, что здесь есть экспертиза, как работают стартапы. Дальше приходят люди, как бы с деньгами, тренинные инвесторы, компании, частные инвесторы. Говорят, да мы вам верим, мы удаем деньги. Собственно говоря, когда идет речь о привлечении в частную компанию, то ситуация крайне похожа. Если у вас есть экспертиза, и люди с деньгами чувствуют, что эта экспертиза у вас есть, то деньги привлечет вас можно. Вот и все. Ну, особенности каждого рынка, но это уже страновые особенности, которые есть в Украине, в России и в США. Давайте приходить в команду. Стоит действительно заниматься тем, из чего вы хотите вырести свою компанию, а не просто говорить об этом где-нибудь на кухне. Стоит не только приходить и слушать, а стоит заниматься достойным развитием. И, например, ну, речь пошла о команде. Например, большинство инвесторов предпочитает приглашать команды от двух человек. Почему не верят одному человеку? Потому что если человек не смог свои идеи изразить хотя бы одного, чтобы кто-то из друзей поверил и сказал, да, мы это сделаем, давай возьмемся, это значит, что, скорее всего, такой человек не сможет в дальнейшем развивать свой продукт. И еще есть очень хорошая исследовательская команда стартап-геном, которая в Калифорнии делает исследования по перспективам развития стартапов. По их исследованиям, они исследовали жизнь 800 стартапов, и оказалось, что стартапы, которые созданы и развиваются одним человеком, имеют практически нулевые шансы для того, чтобы быть проинвестированными и выжить больше, чем в городе жизни. И поэтому стоит искать команду, и стоит с командой идти к людям с деньгами. Ребенка говорит с мамой и папой. А можно ли? Сейчас, сейчас. Здравствуйте. Вопрос. Когда начинают запускать свой трендап, стоит ли у вас сразу регистрирование специально, или можно ли подождать? Спасибо. Это такой непривиальный вопрос на самом деле, в зависимости от того, что деньги вы хотите под него чуть меньше. Я бы сказала так, если вы планируете привлекать насторонние деньги, то есть кроме своей мамы, папы, вашей подруги и еще таких людей, которые и так вам доверяют, то у вас не получится избежать заручи, чтобы не регистрировать компанию, если у вас довольно серьезное наследие. Я знаю таких инвесторов, да, я знаю таких инвесторов, да, я знаю таких инвесторов, да. Да, ну то есть, например, нас в инкубаторе, это часть изображения как раз, и, ну, так еще такого заумного нету, если у них там, это особо, компания-то не регистрирует, если у них там, если у вас есть страничные там договора, то есть, если у них там не отключится, но, тем не менее, у вас должна быть определенная независимость от инвесторов, чтобы вы могли распоряжаться инвестициями и правильно реализовывать там свои инвесторы. А я мнение такое, что самый простой, примитивный формат регистрации инвесторчика и компании у вас может быть. Кроме того, на пол. Иногда это незаконно, работать с инвестором. Не, ну, на самом деле, получается, конечно, от идеи. Если у вас просто сайт, в котором вы не продаете рекламу, не зарабатываете на нем, просто его разрабатываете, то, может быть, это здорово, вначале регистрируешь что-то. Вначале попробовать, чуть-чуть подрастить, посмотреть, а что из этого получается, только потом уже идти среди стран. Если же ситуация такая, что надо зарабатывать деньги, вот есть возможность, аудитория большая, хочется продавать рекламу или продавать какие-то услуги или сервис, тут без регистрации не обойтись. Ни один внешний инвестор, естественно, не может зайти в свои инвесторы в физическое лицо, только в знакомые, друзья, и друзья знакомые. У нас частый случай, когда мы, собственно, в Украине давно был, когда мы инвестировали в компанию одного человека, и нам пришлось сначала в долгие месяцы регистрировать предприятие, переводить все активы, ну, домеем, патенты какие-то, если они есть, торговые марки, если они есть, программы обеспечения, переводить на это предприятие, и только потом мы могли сделать сделку. Потому что ни одного инвестора просто не поймут его инвесторы. Его досудят, он имеет огромные риски, он не может себе позволить просто так дать денег физическому лицу, он должен сделать в физической компании. В этом очень большой плюс инкубатора, потому что инкубатор позволяет абстрагироваться от проблем, с которыми человек не связан, никогда в жизни не работал. Потому что я не разбираюсь в бухгалтерии, ничего я не понимаю в юриспруденции. Я умею дыхать на бетоне и рисую в фотошопе. И я хочу заниматься именно этим. У меня есть идея, которую я с помощью бетона, фотошопа и знания CSS могу реализовать. И человек с таким знанием, надеянием на мыши, попадая в инкубатор, инкубатор помогает ему зарегистрировать фирму, раскрутить, разобрать проблему с бухгалтерией. Потому что, ну, потяное инвестирование – это вообще очень страшная штука, и все этого ужасно боятся. Но есть инвестирование второго круга, когда приходят опытные бизнесам, делают, приходят венчурные фонды и вкладываются в уже существующие проекты, имеющие в своих хотя бы алюквиверсий. И больше всего, один из самых хороших моментов, они о чем боятся мероприятий с бумагами, что нет юридического лица, непонятно, как я могу купить 20% акций в компании, которая не существует, и что придется все это разруливать, со всем этим разбираться. Вот это одна из причин, почему существуют инкубаторы, потому что, наверное, они помогают эту проблему решить. И последнее, буквально полтора слова, что все же идея педагогична. Вот я видел много стартапов, которые увлекаются так регистрацией, что, в общем-то, идеи не видно, зато процесс вот ведь юридически течет, изникает и развивается. Это очень жалкое зрелище. Интернет, в котором много вещей подсоединены к кладу, и все это на большая эко-система. Как бы услышать мнение членов панели о Internet of Things, а также вам, как инвесторам, насколько и почему страшно или небезопасно туда инвестировать, что вас может переубедить в этом? Спасибо. Во-первых, вам надо обратиться к Гришину, как был глава Майл.ру, он вроде бы... Да, наверное, спасибо. А во-вторых, так же, как не надо заниматься тем, в чем вы не понимаете, так и не надо инвестировать в то, в чем вы не понимаете. И у нас, и у любых других инвесторов есть немало, я думаю, как положительного, так и негативного опыта, когда нам кажется, что какой-то тренд прямо вот растет, и правда действительно хочется, и там все консультанты, и все говорят, вот тренд, надо туда инвестировать. И ты инвестируешь, и так ты не понимаешь, что это выросли, то ты, как бы, процент твоего риска и процент попадания крайне высок. И, соответственно, ты, как бы, обманываешь, в свою очередь, тех инвесторов, которые входят в фонд. Поэтому, так же, как надо стартапом заниматься, чем он понимает, такие инвесторы инвестируют только в ваших. Кто, что он понимает. У нас там, у каждого из нас, образно, несколько больше, чем присутствует на сцене, есть, понимаете, интеллидация даже внутри интернета. Никогда, да, с роботами никого, это правда. Ну, может, кого-то увлечет. Что вы думаете о том тренде? Ну, посмотрите, оно все будет как-то вот, вообще сегодня все появляется интернетом. В этом тоже проблема, да? То есть, когда мы говорим там о телевидении, если телевидение к вам поставляется по интернет-капельку, вот по тому же кабелю, по которому поставляется интернет, или создавая связь, которые, в принципе, это те же килобайты информации, которыми является информация в интернете. В этой ситуации, как бы, можно, вот эти, как всех называли компьютерщиками, да, 15 лет назад все, кто умеет включить компьютер, были компьютерщики, да? Пограммические? Нет, все были компьютерщики. Неважно, ты программируешь или что-то делаешь, тогда была магия. Вот, да? Сегодня все интернет. Поэтому можно говорить, что там мы инвестируем в интернет, но когда мы, например, говорим, какие-то там, мобайл, технологии, телеком, да, то есть, грубо говоря, некие уже внутри сегменты, внутри, как бы, интернета, да, который, там, вот это глобальный интернет. Потому что интернетом можно назвать все. Но мы понимаем, что будут развиваться самые разные вещи. Клаудом мы занимаемся, клауд инвестирует. Я хотел бы еще добавить одну вещь. И вот то, что отличает там наши 24 проекта, которые мы взяли себе в портфель, это, во-первых, то, что говорил Миша, все они связаны той тематикой, которую мы понимаем, а то, что это фотопроекты, то, что это главные решения. Но еще очень важно в нашей идеологии, и мы думаем, эта идеология, она очень сильно доминирует, как в США, она сейчас приходит, на самом деле, и в Украину, и в Россию. Если раньше в той же России царились стартапы, у которых был вот такой маркетинговый бюджет, и вот такие вот затраты на технологии. Сейчас совершенно по-другому в Телефорде, например, вот такие затраты на технологии, то есть на команду, на серверах, и вот такие затраты на маркетинг. То есть абсолютно все уходит в то, о чем сегодня говорил Игорь. То есть развитие проекта полностью через виральность, через соцсети и через сио-оптимизацию и так далее. Вот то, что мы сегодня видели, на самом деле, в двух инкубаторах, которые мы посетили, и что меня, честно говоря, порадовало, я даже абстрагируюсь от того, насколько идеи были там плодотворные, или не плодотворные, с нашей точки зрения. То есть никто из участников уже не говорил, что там нам нужны такие-то медийные возможности по продвижению. То есть все люди думают о том, чтобы без маркетинговых бюджетов, с помощью программных средств или еще каких-то там средств, продвинуть проект, чтобы он стал реально бедуси на миллионы людей. На большой рынке даже были проекты, которые сразу говорят, мы и работаем на Украину, и на США, или мы еще масштабируем на других странах. Вот это очень радует, что проекты именно технологическими средствами делают свое продвижение, что нам очень импонирует. И мы видим, что не ожидал успеха в том, чтобы все шло именно в этом направлении. Я хотел дополнить на самом деле. На любой фонд, почти любой фонд пишет, во что он инвестировал, что для него представляет интерес. Если вы видите, конкубатор эту функцию возьмет на себя инкубатор, просто бессмысленно идти ко всем, со всеми продуктами. Есть специализация, кто-то ищет уже там, компания генерировала рейтинг, кто-то готов более ранней стадии заходить. Поэтому кто-то может посмотреть даже сделки, которые делали компании. Что они покупали, во что они инвестировали. Это как бы сократит вашу работу просто. Мы это понимаем. Вопрос немного о другом. Где были именно выписки и риски в Аглории? В риске главное быть в том, что еще не понятно, зачем все это нужно. То есть понятно, что это нужно, но не понятно, каким образом это будет использоваться, и каким образом, когда это наконец-то войдет. Мы знаем кучу проектов, которые, например, как вы знаете, это «Head of your side», то есть когда передели свое время, которые опередили и пришли раньше. И когда раньше проиграли, хотя бы массу денег было инвестировано, и производство, и продвижение. Вот пока еще, пока я, например, ну еще не чувствую, да, что пришло вот это время, когда и сейчас и деньги, и так далее. Пока есть разработки, глубокие разработки, естественные инвесторы. Ну, мы не одни, и одни не будем. Понятно. Спасибо. Ну, смотрите, два факта. В прогнозе 2020-го року кожная людина на планете будет иметь 7 девайсов. Connected devices. Это у меня два. Другая, это Google информация, что создана, вся цифровая информация, которая была создана до 2003-го року, 5 экстабайти. То есть это 5,8 миллиметра. Вся цифровая информация была создана. В 2013-м году будет 5 экстабайти созданных каждые 10 км. Что-то нужно с этой информацией делать. Это открывает большинство возможностей. Все будут включены. Все с 7 девайсов на годину плюс все информации с 3-го року. Нет, я не это хотел сказать. Как выбирать? Примерно дальше, как вы выбираете мужа или котенка. То есть сходить в несколько мест, где котят предлагают, посмотреть, какой котенок к вам подойдет, каким котенком вы там лучше поиграете, и так далее, и так далее. Я хотел очень важную одну маленькую вещь добавить насчет там... Очень-очень коротко. 30 секунд. Насчет Америки, приезда туда, насчет инвесторов. Нужно, наверное, делать... Может быть, кстати, хорошие советы для Founders Institute, и для Inflab, и для Happy Farm. Нужно, наверное, сделать особый семинар, как находить инвесторов и как их пичить. Ребята, находить инвесторов и пичить, в принципе, можно найти просто имейл инвестора и попасть в нас. Это совершенно нормально. И запичить его. Но проблема заключается в том, что это письмо будет прочитано очень на бегу. Если действительно это попало, то нормально. Нужно искать связи с этим инвестором. Нужно приходить в инкубаторы в то время, когда в этих инкубаторах есть пичи и венты. Тогда инвестор, его мозги, он весь настроен на это дело. Нужно искать людей, которые уже опытные стартаперы и спрашивают, могут ли они кому-то порекомендовать, потому что тогда более внимательно прочитают это. Вот как основные способы. А действительно, Ром Боновый, в кафе к нему можно подойти? Он на вас дико посмотрит и скажет, чувак, вот есть вай комбинатор, пожалуйста, вай комбинатор. В этом ничего грубого нет. Просто не может человек переводить такое огромное количество в холм. У нас отличный проект родился, пока ты говорил. Мы решили в Украине открыть пичеваем. А это будет в Тараске. А вы говорите, Тараска, вы видите, смотри, пичи. Представляете? Да, можно выйти на сцену, пичить, люди сидят и слушают. Отлично. Так, в РАПУСКИЕ ПРАВА вы говорите или вы? Да, Ну, то есть, в РАПУСКИЕ ПРАВА я, в принципе, даже не борется с АПУСКИЕ ПРАВА, поэтому, как бы, АПУСКИЕ ПРАВА это, с одной стороны, великая штука, которая движет прогрессом в интернете, потому что мы только уже придумали обходу вот этого издеотизма, который происходит, сколько технологий появилось, которые позволяют этот издеотизм обойти, что я обычно это сравниваю с только, знаете, вот явлением во время пасхальной еды нельзя есть квасное, поэтому там столько же и сладостей, которые как бы не нарушают вот эти вот ограничения, что уже человек, ну, таких, как бы, я же не знаю, как назвать, в общем, таких хитростей, да, сложно себе представить. Понятное дело, что большинство менеджеров сегодня на рынке что с видео, что с аудио, это ленивые солныши, которые не хотят придумывать ничего нового, которые хотят получать деньги, как они получали долгие-долгие годы, которые вообще вот эти вот всякие новые, ну, это как, извините, не при законодателе будет сказано, как многие законодатели, которые придумывают законы, и просто не хотят даже думать об интернете, потому что это какая-то новая такая субстанция, так сложно, поэтому давайте мы это составим, как оно и есть, и не будем обращать внимание на то, что время бежит вперед, в России, и там во всем и зачастую происходит. А с правообладателем происходит то же самое. Мы видим, как там в музыке, мы видим, как музыканты уходят за правообладатели сами, потому что понимают, что это не работает и не должно работать. Мы видим, как возникает масса стартапов, где именно вход вот этих ленивых, негодяев, как я уже сказал, позволяет как бы зарабатывать много денег, совершенно легально, совершенно нормально. Я лично знаю одного очень успешного предпринимателя, который, кстати, достаточно много времени проводит на Украине, здесь у него команда разработки, который как раз сейчас успешен за счет того, что он долгое время занимался вот этим бизнесом, который как бы нелегален с точки зрения правообладателей. И так устал, но так вот нам много нового привлечения аудитории по работе с ней, что сегодня прекрасно зарабатывает на абсолютно легальном рынке ну вот про фотографии. С другой стороны, я понимаю, что в будущем это так и иначе должно измениться. И поэтому как бы вот сегодня ситуация, которая есть, она сдерживает прогресс, но она же выгенерит. Это вкратце. А лучше они от этого прополадательнее становятся. Ну, давайте вкроемо перший стартапс в Украине, а тоди можем зустричать там всех людей. Стартапс? Нет стартапс в Украине. Я знаю про фотографию. Надо уже западить. Спасибо. Спасибо. Если уже говорить о стартапах как бы спиратским контентом, который агрегирует информацию из других глобальных ресурсов, стоит ли как бы серьезно этим задумываться, данным агрегатором разного вида контента или ауди? Нет. Это и в Украине, и в Глобале. Не забывайте сказать. Серьезный инвестор никогда не будет инвестировать в проект с нелегателем контентом. А вот с другой стороны, если посмотреть на Google News, то есть в принципе они тоже агрегируют контент. И отчасти у вас Агрегация, которая имеет узаконенную основу, очень сильно отличается от неофициальной агрегации. А когда? А где ты являешься? Там были пяти президенты. И Google успел. Понимаете, с YouTube он успел просто качать и стать настолько большим, что он уже необходим и он уже нужен как бы всем мейджерам. Ну успел. Вот так получилось. Настолько большой, хотя вы выяснили по Google периодически скандалы, где-то в Бразилии новостные компании заявили, что они собираются расторгнуть договора с Google и запретить ему агрегировать свою информацию. Но тем менее, инвестор не может себе позволить, это может обладает 20% израильской музыки и они стали первой компанией, которая заключила соглашение с YouTube. И если то, из которого обладательные многие приходили такие важные, они хотят деньги получать, они приходили и запрещали YouTube размещать ролики, то если пришли сказать давайте просто мы там рекламу разместим и будем получать проценты. И получают на этом больше. И это как бы дало тренд. И соответственно сегодня если заметили там YouTube очень многие просто не убирают какую-то музыку, а просто ее монетизируют. Это правильный подход. Подлищи от того, что дайте мне просто деньги. И нас просто с этой стороны мы тоже ждем, и оно появляется мало-помало, но появляется не при движении на встречу с более креативными и более современными решениями. И это играет с тем стороны автор по-плюс. Я соблюдаю с очень бинарной реакцией Марины, которой я даже не дождалась окончания вопроса. Приведу очень короткий пример. Sequoia проинвестировала на больших черных фирм, проинвестировала порядка десяти, никто точно не знает, миллионов долларов. Даже не объявляла этой компании, даже нету на сайте Sequoia компанию, которая занимается суперторентами. Не просто торрентами, а торрентами, скорость которых абсолютно серьезная. То есть, как вы знаете, одна из проблем с торрентами, ты хочешь долго скачать, они очень ненадежны на этом. Ну, это в России очень хорошая валюта и значит, они проинвестировали кучу денег, сделали это совершенно секретно. И уж связи, деньги, Sequoia это вообще что-то из другого мира. Они сделали обидительную систему, я попробовал пользоваться, то есть тебе нужно скачать терминатор, ты нажимаешь и он у тебя скачивается там по скорости два-три-четыре мегаметрии в секунду. То есть просто видео пошло, ты его смотришь. Не слышал? Выстрелили скорость подключения к интернету? да, да. Выстрелили интернету. То есть они установили там очень серьезные такие сервера, модели между ними и так далее. А на другой раз сегодня на руки такой ресурс рояброда, который там служили русскому цепку, заслужили и вести, что типа рутрекер готовится в продаже. Рутрекер это один из крупнейших трекеров в России. А опять-таки если там называют всего 3-10 миллионов долларов, что для сайта такой аудитории лояльной, посещаемой и работающей, ну это крайне мало. Это как вот плата за те проблемы, которые есть. Так прикол самый большой заключается не в том, что была точнее такая технология, не в том, что секвое проинвестировала и даже не писала себя на том, что после пары лет очень успешно с технологических тестов я сам пробовал это работать офигенно, они так же тихо все это закрыли. То есть ничего из этого не получилось. Технологически все получилось, а вот мне технологии никак. Добрый вечер, у меня зовут Денис с проектом Снайдышкой. У меня вопрос очень практический к вам. По фокусировке картапов на ранних этапах. Все говорят, что сделайте очень маленький продукт, буквально одна птича, найдите большую проблему и проверьте решать ли ваша проблема ваше решение эту проблему. Если у нас мы удовлетворяем нужды человека, то есть оля Facebook, оля Instagram, то есть нужно ли нам верить в свое видение, идти дальше и строить его в надежде, что оно все-таки достаточно правильно. А если это не надо будет принять то не надо верить. Как вы из золота произведите фокусировку на ранних этапах? Насколько это важно и как это происходит? Спасибо. На мой вкус надо или верить или не верить. Нельзя назначить дьем. Окей. Как вы видите так и с бизнесом. Если вы верите, что это будет работать, мы слышали много пищей там из-за франциска и так далее, где но ты сидишь и чувствуешь, что сейчас тебя должны увезти в психушку вместе с этим человеком, который тебя говорит. Но он верит. Он верит, значит, у него есть право, значит, наверное, кто-то, да? Да, он уже там. Наверное, кто-то ему даст деньги, потому что кто-то захочет рядом с ним сидеть и верить. Это нормально. Абсолютно там вещественные могут людей, но вы как предприниматели верите, в это и не верите. Вот сказать вам верите или нет, значит, лучше не верить. Вот вы знаете, когда мне долгое время редактировал газету, когда говорили, если ты можешь не писать, то лучше не пиши. Вот если можешь запиши? Окей. Вот Миша, поддержив тебя. Два запитания. А тут я попрошу всех words of wisdom each of advice, words of wisdom for colleague. Вот одно слово буквально я добавлю к Мишному, что вот чем, ребята, вопрос, в Калифорнии, если человек будет свою идею защищать, то это такая просто феноменальная вера в свою идею, это настолько, даже иногда бывают, конечно, и там проекты не жизнеспособные, не очень реальные, но люди настолько маниакально верят в свою идею, настолько ее защищают, они вообще выступают на пиче как ощущение, что можно брать скинув часть или на телеэкран и выпускать. Совершенно феноменально защищает проекты, поэтому нашим стартапам не хватает как раз такой уверенности в себе и в себе в себе в себе. Уважаемый «Я вам понравился и понравилась моя идея и я прошу стать ментором личного моей идеи и моего проекта. Сколько процентов вы достичь моей идеи? Лично вы не инкубатор, не инвестор, а лично вы? Спасибо. Каждый день я получаю в среднем 214 писем с предложением встретиться описанием идеи. Для того, чтобы каждый день встречаться с этими людьми даже по полчаса, суток мне явно не хватит, поэтому совершенно точно встретиться я не соглашусь. А дальше наш разговор уже просто не продолжится. Если вы хотите привлечь к себе внимание, то нужно привлечь его еще на этапе письма. Если вы пишете мне, то будьте добры написать мне одну идею, потому что у меня у самой идеи в голове куча летает. А кроме идеи хоть как-нибудь презентуйте мне ее, чтобы я в нее хоть немножко так же поверила, как в нее верите вы. Тогда, когда мне станет интересно читать ваше письмо, я соглашусь с вами встретиться. Окей, в двух строчках есть MBP и есть Traction. И мы встречаемся. Мы должны писать твою идею, потому что вы говорите, сколько я в ней я извиняюсь, я говорил не про идею. Я говорю, я молодой предприниматель, я уже что-то создал. Да, у вас есть описание вашей идеи. Есть описание, я говорю, есть описание, и, например, вы согласились. Один из вопросов был, что нужно, чтобы вы согласились со мной встретиться вопить. Сложно быть описание идеи, должно быть понимание всех неслований. Я согласился, правда, по дороге. И сейчас согласились. Мои коллеги не дадут мне соврать, что, сейчас вам расскажу историю, очень клевая, но я не знаю, если это не человек в зале, мои коллеги не дадут мне соврать. Я высчитывал в очередной безумным видеоинтервью, обожаю давать безумные видеоинтервью, после которого куча народа написала всякие письма. Одно из письм было от молодого предпринимателя, это шел сетитов, по-моему, лет, из небольшого областного города в Украине, который написал «Да, посмотрел ваши интервью, мне было очень интересно, вот мой сайт». Я зашел на сайт, прикольно такой достаточно наборный сайт, посмотрел лайк, видал сайт, у меня просто сорвало крышу, посмотрел рост этого сайта, совершенно просто молодой парень, придумал сайт, который вот так вырос. и согласился сделать специальную автономку в Париже, потому что человек был в этот момент в Париже. Амика, ради этого пару дней назад летал в дружественную нам прибалтийскую страну ради этого человека. Молодой предприниматель, без всяких инвестиций, без всяких. Игорев, маленькая отличие не идей, была признана. Готовый продукт, готовый продукт, который такой розы покажет. У меня тоже тракшн, я просто розы сбиваю, чтобы как-то 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 удастся. У меня нет ни идеи, ни VIP, ни страйкшена. Я не буду вам писать письмо. Я прошу ответить, не для меня, а для тех людей, которые здесь. Что нужно? Это как жизнь. Давайте по-честному. Это все как жизнь. Бывают чудеса. Бывает. Бывает. А кто же бывает. Бывает и до IPO с ростом. А вот поэтому как бы эта жизнь, она реальна. Соответственно, бывает чудо? Бывает. Но вдруг бывает, извините, только путь. Да, и то вдруг. Объявляем. Вот поэтому просто так ничего не бывает. Если у вас есть гениальный продукт, то хватит просто только одной вашей сайты для Facebook, что мне нужны деньги. То есть вам не писать письмо молодому предпринимателю с внеджением? Еще раз, это же если вы чувствуете, что вы не можете написать, напишите, то возможно вы используете такие обороты, что я не смогу не обратить на это внимания. Какой конкретно совет вы даете? Я вам так противоречила. Не пишите мне и не приглашайте меня на лоб. Это не нравится ни мне, ни моему мужу. Но это я обманула. Но тем не менее, когда я была молодая, ну не предприниматель, но это было тогда, когда у меня не было еще первая работа. Вы знаете, первая серьезная работа. Я ходила в один офис восемь раз. Я приду, вот говорю, ну сегодня мы будем работать? Вы меня на ночь на работе? Ну нету у меня работы, давайте вы придете через неделю туда-сюда. Через неделю, потому что мне нужна работа. Понимаете, мораль закова. Вы должны делать то, что вы считаете нужно. Но не до безумия. И я в восемь раз ходила и меня взяли на эту работу. И через год мне уже предложили быть главным бухгалтером. А мне тогда было всего лишь 19 лет. Понимаете, то есть мораль такова. Вы делаете все то, что вы считаете нужно, потому что это ваша идея. но будьте attentive к тому, что пишет инвестор. Вот если я говорю, что Ислав инвестирует 20 тысяч и предлагает программу инкупирования вот такую вот, пожалуйста, видимо межгалактической торговой станции с мобильными приложениями в Android и тремя стендалон слайдами не пишите. Одного миллиарда долларов у меня нет. И на кофе я не пойду. на полном периоде хочу ответить, мне кажется, очень-очень важным ответом. Без всяких шуток. Для каждого инвестиций, в которых я человек абсолютно неопытный, я меньше, чем два года этим занимаюсь, мои коллеги гораздо более опытные люди в этом. Инвестиции для любой очень странной индустрии, ребята, это очень важно, вот тоже единственное, всего, что я сегодня говорил, важнее, это вот это. В любой очень странной индустрии, например, киноиндустрии, есть очень странная экосистема. Или, например, в индустрии галерей. Эта экосистема складывалась очень-очень долго, она зачастую очень видеосинкратична, она зачастую необъяснима, нелогична и так далее. Тем не менее, она такая, какая она есть. В Украине она только-только начинает складываться, пока вот такие вот есть, перед вами стоят три таких маленьких-маленьких слоника на одном кисте, которые, может быть, станут огромными слонами. Но пока это три маленьких слоника на кирванте. А в каждом месте складывается определенная экосистема. В этой экосистеме есть некоторые правила. Например, в Калифорнии эта система работает замечательно. Там есть офискетное количество ангелов, которые потрясающе они ходят на огромные кусочки десятки тысяч. Можете подойти к человеку тут же на кусочки и сказать у меня такой-то стартап он делает то-то и то-то. Человек скажет отлично, поздравляю, ладно, я стартап, мне интересно, но все здорово. Либо он может сказать да, классно, сколько ты хочешь, там, 40 тысяч, 50 тысяч и так далее. Есть плюс-ки к стартеру, гораздо более серьезный важный для этого портал angel.in angel.co на котором все это делается. Есть огромное количество совершенно бессмысленных инкубаторов, которые ничего не производят, кроме того, что, как правило, государство либо тупые бюрократические деньги тратят. Есть несколько очень успешных, потрясающе успешных инкубаторов, вы знаете, я думаю, назвали, есть инвесторы. Доступ к ним очень простой и очень понятный. Есть люди, в которых они инвестируют, стартаперы. Ребята, это очень важная подсказка. стартаперы, из которых уже инвестор проинвестировал, если нам кто-то из CEO этих стартапов пришлет какое-то предложение от кого-то, мы прочитаем. Третье это я не гарантирую, но, по крайней мере, мы точно прочитаем. Дальше, второй момент. Есть всякого рода специальные питчин-эвенты, специальные мероприятия, на которые ходят инвесторы. Вот, ну, в Украине пока пичевально. Пичевально номер один. Вот. Я думаю, что и в Украине когда-нибудь они будут. Я, кстати, думаю, что это интересно, чем нам втроем можно было трим-трём наших инвесторам стоит заняться. На которые нужно приходить, на которых можно пичить, на которых сидят люди, которые именно ищут то, что называется в Америке deal flow, то есть способом возможным сделать. И так далее, и так далее. Есть определенные части этой системы. К сожалению, в Украине это гораздо важнее. Я использую этот момент для того, чтобы сказать вам, что во-первых, есть реинкубатора, который периодически делается набор. В феврале вот сидит Катя, вот Катя, не знаю, сходит ли с вами на кофе, может, если вы ее очаруете. Ну, по крайней мере, имейл ваш, она прочитает, я вам говорю, что вы ее очаруете. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...